День памяти и скорби Я сегодня пришел сюда с мыслями о том, как это важно почтить память о погибших и, в принципе, память о людях, которые воевали за наше Отечество. Мы вспоминаем своего прадедушку, который умер. У меня на войне воевал дед по маминой линии, поэтому я очень, скажем так, стараюсь не забывать об этом. Не просто мемориал, это братская могила. Здесь обрели покой порядка 200 солдат 5-й армии. Их под оружейный зал похоронили безымянными. Поисковики под руководством Александра Пузатикова восстановили справедливость только в 70-х годах. Они списались с военно-медицинским архивом в Санкт-Петербурге, в Ленинграде тогда, и получили списки вот этих захороненных, потому что все фиксировалось четко по документам. Так мы узнали имена, но этого мало. Тогда они там в 60-х, 70-х годах безо всяких интернетов списались с родственниками, нашли по почте, по адресам. Основное внимание участников памятных мероприятий, разумеется, приковано к мемориалу «Вечный огонь», хотя прямо за ним располагается не менее историческое место. Вот в этом здании вечерней школы в 1941 году расположился передвижной полевой госпиталь. В классных комнатах и коридорах до самого порога больные лежали везде. У госпиталя был профиль ранения ног и тазобедренных суставов. Они следовали за войсками, перемещались, находились в тыловых районах. Здесь боев не было конкретно, значит, в окорестностях Одинцова, но с боевых мест сюда свозили, соответственно, раненых бойцов. Вот, они находились здесь на излечении. Конечно же, люди умирали, их хоронили в городе Одинцова, и на Баковском кладбище у нас есть братская могила, и братская могила находилась вот здесь. 79 лет назад началась Великая Отечественная война. Чем дальше те события, тем лучше понимание нужно помнить. И россияне помнят, собираясь в бессмертный полк и зажигая свечи памяти. И даже пандемия не может это изменить. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Корректор А.Кулакова